Преподобная Мария, матери нашей Марии Египетской, 1 апреля. Немножко вступление сделаю. Поближе все, подойдите сюда. Потом можете отступить. Всех сюда подойдите. Сегодня людей мало, потому что рабочее время. Вот принято было считать житие Марии Египетской. И его считают уже больше тысячи лет. Я ни разу не слышал, чтобы кто-то засомневался. А почему? 1173 жития, и вдруг избирает только одно, и каждый год одно, и одно, и одно. Во-первых, это, как говорится, не по совести. Потому что много святых других, ну хотя бы одно нынче, завтра другое. Но не в этом дело. Я стал задумываться, а кто же его, этот порядок-то составил? В Марии было много. И почему именно ее избрали считать на покаянный канун? То есть я размышлением своим стал доходить до этого. Покаяние это не главное. Каются во всех нациях, во всех народах, во всех религиях. Покаяние там очень серьезное. Изыщество. Ребенок не слушается. А ну, встань перед родителем на колени. А ну, попроси прощения. Это покаяние. Не покаяние только. Написано, покайтесь и веруйте в Евангелие. Вторую-то часть отрубили, ее нету. Веровать в Евангелие, это не означает, что книжка божественная, хорошая. Поцеловать ее, закрыть и опять в алтарь унести. Это означает жить по Евангелию. Тут ничего не надо доказывать. Все Евангелие об этом говорит. Господь говорит, следуйте за Мною. Не за Марией Египетской. А следуйте за Мною. А для этого, чтобы следовать за Христом, надо отрежься себя. То, что ты научен. Как принято считать. Это ты должен осмыслить сам. И второе, взять крест, который Бог дал тебе. Чтобы тебя за это будут гнать, поносить. То, что я говорю вот сейчас, это никогда не говорили. Нигде нету. Нету за тысячу лет. А тут вообще думать даже не о чем. Посланник филиппийцам, апостол Павел, говорит, подвязайтесь. Единодушно за веру евангельскую. Не за баптистскую, не за православную, а за евангельскую. А вот ее и надо определить теперь, какая она евангельская вера-то. И я нашел. Вот по житиям, я специально составил. Вот листики напечатали. У Марии Египетской получается 19 страниц жития. Я не случайно математикой занялся здесь. А Мария Магдалина 45. Но у нее там много пояснений. Кто такой был Пилат, что такое Иудея, Магдал. И все это объясняет. И я остальное все убрал. И только чистое житие оставил. Они одинаковые. По 18 страниц. И почему было не заменить одно другим, хотя бы нынче. Повторяю. В житии Марии Египетской не было даже полдня в жизни, чтобы она жила по Евангелию. Вообще не было. Она его не знала. Это была прославленная блудница. Каких мир не знал. Но блудница чем? Она красотой своей берет. Старается соблазнить, получить деньги. А она ничего этого не делала. Она все делала только для наслаждения. Такая похоть мне и была. И была бедная, и бедная. Есть нечего было. Только на блуде ей даю деньги. Она не берет. Она прям готовая была уже стать христианкой. Это все написано. Я выписал это. Я сократил до четырех страниц. То и другое житие. И сейчас представлю. Впервые на рассмотрение. И помолиться об этом надо будет. И чтобы из-за пытия. Из-за пытия. Вышла в свет православие Мария Магдалина. Марии Магдалине за две тысячи лет не было равных никого. И как Мария Египетская по дальности отступления от евангельской веры. Ни одна женщина не получила такого прозвания, как она. Ну, Василий Великий, Иоанн Златоустый. А Мария Магдалину называют апостол для апостолов. Притом Марии Магдалине. Житие все взято из Евангелия. У Марии Египетской ни слова нету из Евангелия. Вообще нету. Она его не знала. Ничего не было. Блудила. На следующий день пошла причащаться. Какое причастие может быть, когда жила, едут все в Иерусалиме, она с ними вместе поехала, денег нет, я телом рассчитаюсь. И ехала на рога, с паломниками блудила. Это последний день перед тем, как приехать. Я сейчас что считать буду? Это в кавычки взято из имития Ростовского. Молиться есть о чем. Кто загнал в этот тупик православных, теперь уже не узнаешь. Думать о том, что это Андрей Критский сделал, не знаю. Просто я нигде в литературе не нашел этого. Но явно, что это не просто перекос, это антиевангельский дух в торце в церковь. Не просто там вот, ну одного больше люблю, другого меньше. Здесь вообще о Марии Магдалине речи даже нигде нету. Тысячу сто лет. Ну за тысячу сто лет хотя бы один раз-то можно ее прочитать. Когда Евангелие, все четыре Евангелия наполнены ей Марией Магдалиной. Как можно это не видеть? Тут не надо даже быть особо религиозно талантливым. Надо просто быть верующим, чтобы увидеть и спросить, а почему так? Если мы призваны подвязаться по Евангелию, то почему Евангелие закрыто оказалось? Итак, покайтесь и веруйте в Евангелие. Нужно покаяться в том, что этот перекос был. Что мы этого не видели, мы не чувствовали. Мы просто пришли как столбы, как покланялись и ушли. Надо вдуматься в каждое слово. Итак, сейчас житие Марии Египетское начну читать. Я вам буду поднимать руку, где остановиться, и буду небольшие пояснения давать. Василий Великий говорит, не томитесь длительностью этой. Это все у Бога вычтено. По порядку. Это взято прямо из жития в кавычки. Ни одного слова моего здесь нет. Имя старцу было Зосима. Это старец, который там был, который ее встретил, и не записали его нигде ничего. И спустя сто лет впервые появляется ее житие. Ее никто не видел, существует она или нет. Вообще никакого нет. А один старец это говорил, который болел, и даже этот еще под вопросом поставить надо. И вот что этот старец Зосима? Еще в младенчестве он был отдан в монастырь. Это нарушение правила. В монастырь надо принимать, и прямо правило Гангского собора говорит, в каком возрасте. Не раньше 25 лет. Ну, примерно сказать, там 23 было все. Он был с детства отдан. Ну, ребенок-то что понимает? Это же на всю жизнь. А у него может быть влечение к сельскому хозяйству, жениться, чтобы были ребятишки. Как можно такое дать-то на него? И церковь это категорически осудила. То есть сам путь его был в самом начале антиевангельский. Антицерковный, антисоборный. И от него это все приняли Марии Египетской. Дальше. Доблестно подвязался в постничестве до 53 лет. Никакого подвига нет. Просто он сидел, постился, рекорды ставили. Я три дня, ты пять, десять, а другой сорок дней не пил и не ел. О нем больше ничего не известно. Проверить это никак нельзя. Но потом его стала смущать мысль, что он достиг полного совершенства и более не нуждается ни в каких наставлениях. То есть вот для них всех, вот, пожалуйста, результат до 53 лет, и наконец стал, как я, никого перед Богом. Это не прелесть, это не гордыня. А почему он монах из нашей когорты? И о нем ни слова не сказано. Он стал думать перед Богом, никого таких нет. Да какие же это мысли-то? Ты прах и пепел, я червя не человек. Вспомните, как Давид молился. Как апостол Павел говорит. Я не достоин называться апостолом. Но то, что есть, то есть. Не достоин. Здесь равных мне никого нет. Вот результат постничества и молитвы. Дальше. Если, думал он, на земле инок, могущий меня наставить и показать пример такого постничества, какого я еще не прошел. То есть он говорит не об Евангелии наставить, а постничества. Это у него единственное, что он мог поститься, не есть. Ну и работы-то никакой не было. Может быть там что-то по монастырю делали-то. Он сидел и сидел за стенами и вообще ничего не знал. И мысль обуяла, это не он один. Это не однажды. Это было у Пахомия. Это же вот проказы болели другие отцы. А если то, как я? Макарий египетский. И он этим заболел. А если кто такой равный, как я? Ну пишет в житие, что явился ангел и сказал, пойдем там селение есть, там 10 километров. Ну и там есть женщины живут. Женщины, а замужние, замужние, да как же так, бисердевство, бисердевство. А там живут с мужьями. И он, вы знаете, как он к ним пришел, постучался. Я пришел узнать, а кто вы такие? Да мы две родные сестры. За двумя родными братьями, чужие. Разные, но за двумя братьями. А братья родные, мужья. Да как вы? Да мы только ночью сегодня с мужьями ложи разделили. Только сегодня спали. Удовлетворялись моих мужей. Своих мужей. Их ставит пример, Господь. Еще чем кичиться-то? И он с ними поговорил, а как? Да вот мы когда на одной кухне, общая кухня, ни разу не поссорились. Надо же так. А у монахов все время ссорятся. Вон умный человек, Макарита, все это прикинул, голову опустил и пошел. Не надо никуда идти учиться. Вот возьмите там, Ефрем Серин идет. Лучше меня никого нет. А кто меня может научить? Их учить нельзя, они все знают. Вот, Господи, открой мне это. И вдруг ему голос, кто первый встретится, тот тебя научит. И первая встретилась, кто блудница. Он остановился и вот этого учителя встретил, да учился. Встал и смотрит. И она на него внимательно смотрит. И он спросил только я, а почему ты на меня так внимательно смотришь? Так я из ребра взятый, я обязан на тебя смотреть. А ты из земли взятый, смотри в землю. И он тогда ахнул, к чему же я думаю? Это прах и пепел, горска пыли. На чем велещаться-то? Это все в житиях описано. И далее. Найдется ли в пустыне человек, превзошедший меня? В пустыне, он больше нигде не искал. Ни в мире, ни... А там бы нашлись рядом в соседней деревне, подряд живут, которые не ссорятся. Женщины с мужьями удовлетворяют их. На кухне работают. И все. Воспитывают детей. Притом это все по Евангелию. Зосима вышел из монастыря, в котором подвязался с младенчества. Отправился к Иордану и достиг того монастыря, куда его направил голос Божий. Вот теперь определяй, голос Божий или не голос Божий. Как в это верить? Притом никаких данных нет. Вот я вам что сейчас считал? Я через неделю вас буду спрашивать. И скажу, напишите, что вы слышали. Да чистые листы принесете. Мало что напишете. А это написали. Зосима видел вот это, от которого людей-то не вели. Через сто лет. Он рассказал, а от него еще кто-то, вот это сарапанное радио. И через сто лет только записали «Житие Марии Египетской». Я стал смотреть. Да невероятно. Да это не может быть. Ну, следователь сейчас бы начал что-то узнавать. И нигде не записанное, никто не писал. А впервые только патриарх Сафронина пишет. А уж прославит еще через сто лет Иоанн Дамаскин. А у того мощи иконы больше еще и не было. Так это уже девятый век вплотную подкатил. Брат сказал ему на это Игумен. Один Бог может исцелить немощи душевные. Да наставит Он и тебя, и нас путем своим на пользу души. А человек, исправлять человека не может. Если он постоянно не вникает в себя и не усыпно с Божью помощью, не совершает подвигов. То есть подвиги об Евангелии речи нигде нет. Ни одного слова. Когда дойдем до Марии Магдалины, Магдалина, у нее буквально с жемчугом все высыпано. Одно Евангелие, один свет евангельский. Ее вообще как будто нет. Да разве это не пример. Взирайте на кончину их жизни. Она умирает по-христиански. Через нее тысячи людей пришли. То есть ей не было равно за две тысячи лет женщины такой. Ее вышибли. Почему? Монахи. А они видели только тех, которые бисер депсов сохранили. И на этом бисере просидели две тысячи лет. И вот сейчас на развалинах одно мусульманство везде. Одно у них было постоянное стремление, это умертвить свою плоть. С плотью боролись. Боролись и ничего не могли сделать. А лекарство самое хорошее, Господь сказал. Лучше жениться, чем разжигаться. Женился? Живи. Чтобы жена рожала детей, как каждый мусульман, наша задача подарить пять сыновей Аллаху. Вот и все. А главной постоянной пищей их было Слово Божие. Говорится о Слове Божьем, нигде его даже не упоминается. Что они имели под этим, как это говорил, контрреволюцией, что под этим Словом. Вообще Слово Божие нигде нет. А Слово Божие с детства. И нигде ни в одном предложении этого не видно. Перешедшие через Иордан все расходились далеко в разные стороны и не знали друг о друге, как кто постится и подвизается. Даже разойдутся монахи из одного мастыря, а им маршрут не был дан. И вдруг он идет три дня, и вдруг видит свой монах. Он должен маршрут изменить, в другую сторону пойти. Друг с другом нельзя даже встречаться. Где тут Евангелие-то? Не то что Евангелие, а даже просто по-человечески это непонятно. Отец Аким был на Афоне. Ни дорогой поговорить идем, ни в столовую, ни дома. Вообще ни одного слова нет. А зачем я поехал туда? Не поделиться, ни от них ничего нельзя принять. И вот это вот откуда-то и идет. Если кто видел, что другой идет к нему на встречу, то уходил в другую сторону и продолжал свою жизнь в одиночестве. Если бы она не была прозорливой, подумал он, это при встрече с ней, то не называла бы меня по имени. Она назвала его по имени. И они прям в обморок падали. А ты подойди к вокзалу, цыганка, любая все имена называет. Все карманы опустошит. Что особенно в этом он назвал по имени? Я понять не могу. Да любой экстрасенс, любой гимнатизер имя твое за версту уже знает. Имя, всего только имя. И больше она ничего не сказала. Он все, и он падает в ноги, ноги целует, уже землю целует. Она имя его сказала. Да какой же это уровень-то? Зачем ты, Ава Зосима, пожелал увидеть меня, грешную жену? Хочешь что-нибудь услышать или научиться от меня? И потому не поленился на трудный путь? Вопросы задают. Да. Но Зосима бросился на землю и просил у нее благословения. Благословение. А он пресвитер. Придет с чашей в руке ее прищищать. И просит ее благословить его. Да она его ковы как убедила. Ну тебя же в руках-то причастие принес. Тело Христово-то. Ты пресвитер. Ну что ты уже? Сознание потерял буквально мужик. Человек Божий. Зачем ты пожелал посетить меня на гую, не украшенную никакими добродетелями? Ну склонись. Он увидал, и она голая бежала. Ну тогда одежду ее сбросил, она приоделась и все. И дальше это он только рассказал. Повторяется, через сто лет только запишется эта биография. Но склонись к мольбам недостойного старца и помолись Господу за весь мир и за меня грешного, чтобы мое скитание по пустыне не прошло бесплодным. С этими словами она обратилась на восток, возвесчивый очей кверху и подняв руки, она начала молиться. Поднимали руки? Вот пожалуйста, откуда? Женщины. Женщины поднимали руки и молились. Официально это. Через некоторое время я поднял глаза и увидал ее, поднявшуюся на локоть от земли. То есть он увидел, что она стоит, левитация называется, на локоть от земли. Ничего нет особенного. Ничего нету. Симон Волх влетал, по воздуху носили его, и это житие Устины. То есть тут еще все под сомнением может быть. Никаких увидел, и теперь он полностью все забыл, 53 года свои. Путям Божьим мы не в силах противостоять. Я откроюсь тебе, не хвалясь, как ты говорил, о чем хвалиться мне, избранному сосуду дьявольскому. Я, святой отец, родилась в Египте, но будучи 12 лет от роду, когда были живы еще мои родители, я отвергла их любовь и отправилась в Александрию. Как я потеряла свою девическую чистоту и стала неудержимо, ненасытно предаваться любодеянию. Об этом без сыда я не могу даже помыслить. Не только пространно рассказывать, скажу только кратко, чтобы ты узнал о неудержимой моей похоти. То есть где она была крещена, была ли крещена, но судя по всем она была крещеная. 17 лет и даже больше я совершала блуд со всеми, не ради подарка или платы, так как ни от кого я не хотела брать, но я так рассудила, что даром большие будут приходить ко мне и удовлетворять мою похоть. То есть это неудержимая была похотливая женщина и ничего об Евангелии не знает и ставится в образец. Это даже вообразить нельзя. До какого уровня надо нам было дойти православным, чтобы ставить это в образец. Не думаю, что я была богатая, того не брала. Нет, я жила в нищете, часто голодала, прила охлопья, но всегда была одержима желанием еще больше погрязнуть в тени блуда. Я видела жизнь в постоянном бесчестии. Мерзость дел моих возбраняет мне войти в церковь. Тогда я стала горько плакать, с созданием бить себя в грудь и воздыхать от глубины сердца. Так я плакала, стоя в притворе. То есть когда она пришла, проехала дорогой, блудила, блудила с паломниками, а теперь в притворе и не может войти. Народу много толпится, ее зажимают, ничего тоже в этом нет такого. Где толпа, тебя в трамвай, в поезд не сядешь даже. Подняв глаза, я увидел на стене икону Пресвятой Богородицы. И обратив к ней телесной душевной очи, воскликнула, о ладычица, дева, родшая Бога, плоти, дай мне узрить честное древо. Достигнула ли она эти слова, в нее вложили, там автор говорит. И она только к иконе, больше ни об Евангелии, ничего нет. И теперь к этой иконе она и в пустыне будет обращаться. То есть она ничего не знала совершенно. Достигнув дверей прежде для меня затворенных, я без труда вошла внутрь Святой Церкви, исподобилась видеть животворящее древо, постигла тайны Божии, поняла, что Бог не оттыкающегося. Падши на землю, я поклонилась честному кресту, облобызала его с трепетом. Потом я вышла из церкви к образу моей поручительницы, Богородицы. Понятно, о чем говорит. Вот она поклонилась, теперь древо увидела, ничего евангельского нету, ни одной минуты евангельского нету. И теперь она только идет, вспоминает Богородицу, эту икону и то, что древо животворящее. Но это готовое православное уже, по сегодняшним меркам. Ну конечно. Перед ее святой иконой так молилась, наставь меня, как будет твоя воля, и научи, как довершить спасение на пути покаяния. После этих слов я услыхала, как будто издалека голос, если перейдешь через Иордан, то найдешь себе полное успокоение. Какой голос? Был ли он? От кого она не знает этого ничего? Как бы, только как бы. И это ставится за основу то, что Евангелие говорит. Евангелие говорит, идите и пропадайте Евангелие. А ей другой дух какой-то говорит, иди и скройся там за Иорданом. Я туда даже... Она же контактером-то не была никаким. Один раз услышала и все. Выслушав эти слова с верою, что они обращены ко мне, я со слезами воскликнул, взирая на икону Богородицы. Владычица, Владычица, Богородица, не оставь меня. То есть она только иконы, только смотреть. Иконы нету, она уже не молится, идет дальше. И только к иконе и все. Какое тут Евангелие? С этими словами я вышла из церковного притвора и быстро пошла вперед. Помолившись в церкви, я сошла к Иордану и омыла себя водой этой святой руки и лицо. Возвратившись в церковь, я причастилась при чистых и золотворящих таинств крестовых. Невиданный блуд. И она приходит и причащается. Ни канонов никаких нет, а уже каноны уже приняты. Вселенский собор уже идут. Все поместные соборы прошли. То есть этот базар, бедлам, церковный, он уже был тогда. Она ни крещения не принимает. Но отсюда ясно, что она была крещеная. И сказала только, ни одного дня эпитемии нет. Какое покаяние, они ее не знают. Причастилась эта сегодняшняя патриархия. Кто не причащался? Кто не причащался? Я говорю, подошла и причастилась. А не крещеная совсем. Это не кто-то говорит, вот она стоит, сестра. Ее сестра готовилась к крещению. Я думаю, отвечала она, протекло 47 лет, как я оставила святой город. Когда я буду вспоминать о тех бедах, какие я претерпел от мучивших меня мыслей, я боюсь, что они снова овладеют мною. То есть прошло 47 лет, и она боится вспоминать, что снова ее овладеет тот же самый блуд. А сама едва, едва душа в теле. Да какое же, написано, верующим в Сына Божий не греши. Читайте первое послание Иоанну. И сатана, дьявол не прикасается к ним. 47 лет мимо прошли, так это 47 лет. В холоде, в жажде, в ноготе. И никакого продвижения вперед нет. Почему? Нет рождения свыше. Вопиющая биография. Поверь мне, отец Зосима, что 17 лет прожила я в этой пустыне, борясь со своими безумными страстями, как с лютыми зверями. И она слышит ветер где-то, и шорох платья. И она все, и запахи вина, все слышала. У нее воображение очень сильно было развито. И она, у нее не было рождения даже никакого, вообще никакого не было. Но раскаялся человек, а ее душит и душит и душит эти мысли. Она все еще там гуляет, встречается, обнимает, спит. А сама в пустыне. Когда я принималась за пищу, я мечтала о мясе и вине, как и ела в Египте. Мне хотелось выпить любимого мною вина, будучи в миру много пила я вина. А здесь не имела и воды, я изнавала от жажды и страшно мучилась. Иногда у меня являлось очень смущавшее меня желание петь блудные песни, к которым я привыкла. Тогда я проливала слезы, била себя в грудь и вспоминала обеты, данные мною при удалении в пустыню. Тогда я мысленно становилась перед иконой поручительницы моей Пречистой Богородицы и с плачем умоляла отогнать от меня мысли, смущающие мою душу. То есть Христа вообще нет нигде. Богородица, образ которой видела желтворящее древо, все. Но все было одно. Но это образец. Это с кого нам писать образ свой? Взирайте на начальника дальше, подражайте наставникам, которые пропадают Слово Божие. Ничего этого нету. Это грубо, дико, антиевангельский образ. Я знаю, меня заедать будут православно за то, что я говорю. Но это так? Считай. Долго я так плакала, крепко ударяя себя в грудь. И наконец, как бы свет разливался вокруг меня. И я успокаивалась от волнения. Как признаться мне, отец, в блудных вожделениях, овладевавших мною? Прости, отец. Огонь страсти разгорался во мне и опалял меня, понуждая к похоти. Это в пустыне, в 47 лет. Когда на меня находил такой соблазн, то я повергалась на землю и обливалась слезами, представляя себе, что передо мной стоит сама моя поручительница, осуждает мое преступление, грозит за него тяжелыми мучениями. Поверженная на землю, я не ставила день и ночь, пока тот свет не озарял меня и не отгонял смущающие меня. Какой свет? Откуда? Никто не знает этого. Никто. Хотя не чистая сила, и свет всякий дает. И это не то, что я на нее это наклеиваю, это так и есть. Даже сам сатана принимает вид ангела света, осияет и что угодно может сделать. А у нее опыта никакого не было. И потом блудные, страсти в пустыне так и были. Она обольщенная была. Тогда я возводила очек поручительницы своей, горячо прося помощи моим страданиям в пустыне. И действительно, она мне давала помощь и руководство в покаянии. Так провела я 17 лет в постоянных мучениях. А после и до сего времени Богородица совсем моя помощница и руководительница. И покрываюсь я всесильным Словом Божиим. Услыхав, что святая вспоминает слова священного писания из Моисея, пророков и псалтырия, Зосима спросил, не изучала ли она псалмы и другие книги. И по книгам я никогда не училась, не слыхала никогда из чьих-либо уст чтения или пения, но Слово Божие везде и всегда просвещает разум и проникает даже до меня неизвестной миру. Это никакого доказательства, ничего. Если она не приводит, какие там места, писания, то есть никогда не читала. Нет от того, чтобы знал человек. Вера от слышания. От слышания от Слова Божия, не от того, что ты там накрутил себе. Ересь это откуда рождается? Это даже нельзя сказать, это просто антиевангельская, антихристианская биография. Ее считают каждый день и сегодня во всех храмах считают во всем мире. А зачем тогда блаженный Феофилак, там златоуст? Да, ничего не надо. Достаточно, вот только одну, считай, Марию, какой-то свет был, не был там, это тебе не надо думать, и иди за ней. И что интересно, я стал узнавать, кто-нибудь, считая это, стал ли подражать ей, за тысячу сто лет никто не пошел за ней. Это так. Нету, нету, нигде. Чтоб пошел в пустыню, ну, чтоб себя все сошло, ну, какую пустыню. Нигде нету подражания, там просто стоят столбами-то и все. Заклинаю тебя, Святой Отец, Иисусом Христом, Богом, Спасителем нашим, никому не рассказывай, что ты слышал от меня, пока Бог не возьмет меня от земли. А теперь иди с миром. Через год ты снова увидишь меня, если нас сохранит благодать Божия. Ведь с тех пор, как я причастилась перед переходом через Иордан, в церкви она предтечит. До сегодня я не вкусила святых даров. Иоанну игумену монастыря, где ты живешь, скажи, смотри за собой и свои братья, во многом надо вам исправиться. Ну, скажи, это не теперь, а когда Бог наставит тебя. После этих слов она снова... То есть, надо брать это монахин уже с собой. Это у него непорядок. А какой непорядок не сказал, да то и говорит тогда не о чем. Ну, когда? Когда Бог наставит. Но если это непорядок, он уже немедленно убирает. И это все не по Евангелию. Ну, не опыта-то, руководства монахами не было никакого. После этих слов она снова попросила старца молиться за нее и удалилась в глубь пустыни. За Симу, поклонившись до земли, поцеловав во славу Божию место, где стояли ее стопы. Потом святая попросила прочитать символ веры и молитву Господню. По окончании молитвы она причастилась при чистых, житворящих Христовых тайны по обычаю юноческому. Поцеловала старца. Так что, хочу сказать, смотри. То есть, Писание, Псалмы она знает, а символа веры не знает, за нее считает. Отчина же прочитать не знает. Дальше же в этом же жите, говорится, она ничего не знала совершенно. А у символа, то вряд ли, любая бабка знает. Отчина, что любой ребенок знает. И она не могла даже прочитать. Я заново стал читать и думаю, ну это нарочно написано, так нет, книга, изданная патриархия, недавно, заново переизданная. Житя святых. После чего вздохнула и со слезами воскрикнула. Если бы можно, отвечал ей святой старец, я хотел бы всегда следовать за тобой и видеть твое светлое лицо. Забыл ненастырь, все, лишь бы за ней идти по пустыне. После этой слезной просьбы он простился с нею с рыданиями. И видеть ее лицо, пошел бы в пустыню, но она заклинает уже его, он кое-как, она уже от него отбиться не может. Это в монастыре такое состояние было людей-то. И он увидел, она его имя назвала, больше ничего нет. Увел, там на локоток стоит, ну и что? И монастырь уже не нужен, пошел по пустыне за неизбестной женщиной. Господи, покажи мне свое сокровище, никем не похищаемое, скрытое тобой в пустыне. Покажи мне святую праведницу этого ангела во плоти, с коей недостоин сравниться весь мир. Не умело писать. Это может быть Дмитрий Рассовский просто это все написал, он прекрасный писатель был. Такие слова передавать точно через сто лет, да кто же может передать-то? А то да, в кавычки взято, то есть дословно, прямая речь идет. Да не может этого быть. Тем более Зосима, он голову потерял, увидел ее, и землю целует, и за ней идти, и что бы он рассказал. Тем более рассказывать она не велела. Рассказал только, он рассказал после смерти, никто не записал, вот самое важное. Через сто лет первый раз и записал патриарх, сапроник, которого от кого-то услышал. Пришедший в монастырь ничего не скрывал, что видел и слышал. Рассказал всем инокам о преподобной Марии. А святой Зосима после долгой, почти во сто лет жизни, покончил свое земное существование и перешел к вечной жизни к Богу. Рассказ его преподобной Марии. Иноки того монастыря устно передавали на общее поучение один другому, но письменно не излагали о подвигах святой. Сафроний и я, насколько мог, записал, все излагая одну истину. Церковь постановила произносить житие преподобной Марии Египетской, указывая в ней образ истинного покаяния, пример ее назидания верующих. Святой Сафроний, патриарх Иерусалимский, жил в 7 веке. Святой Иоанн Дамаскин с пахлою отзывается о Сафронийном описании жития святой Марии Египетской. Преподобная Мария скончалась в 522 году. Заметьте, в 522 году, а этот, который перескажет уже в 7 веке, век прошел, и теперь уже по хвалу, только пишет ружья Иоанн Дамаскин еще 100 лет. 780. 100 лет, как будто 100 минут прошло. Теперь считаем житие Марии Магдалины. Я не буду уже ничего говорить здесь. Там ничего не надо пояснять. Но я выбрал из нее только то, чтобы контрастно показать. И об этом надо молиться, чтобы Господь побудил патриарха всех заменить одну на другую ради пользы людей. Евангельский образ Марии Магдалины. Запомните, как ее прозвище получила «Апостол для апостолов». Вообще. Память 22 июля. Да. Равна апостольной святой мироносице. 22 июля по старому, а та 1 апреля. Марии Магдалины. По учению Христа Спасителя о подобных обстоятельствах следует полагать, что Мария Магдалина была одержима бесами не по причине грехов ее или родителей ее, а проведении Божьего. Причина же тяжкого страдания Марии Магдалины от бесов, как причина и других неведомых, непостижимых для человека действий и похущений Божьих, как пылкая, благодарная галильянка. То есть нельзя сказать, за что она, почему бесами одержима, а то придумали, она была блудница, и поэтому нигде неизвестно. И вот в житие написано, нигде неизвестно, что Мария была. Была одержима, и Господь исцелил. А почему? Иоанн Затаус говорит, это никто не знает, это проведение Божие. Нет ее подравнивания под блудницей уже, там Пастернак пишет стихотворение о блуднице. Вообще нигде нет ни одного слова в Евангелии, что она была блудница. Ниоткуда. А вот теперь в житие написано, что этого не было за ней. С тех пор душа Марии Магдалины воспылала самую благодарную и преданную любовью к ее спасителю Христу. И она уже навсегда присоединилась к их сбавителю своему. Всюду следовала за ним, чтобы воспринимать его спасительные наставления и пользоваться каждым случаем служить божественному исцелителю своему. У ней только Христос. Ни икон нету, ничего нету. Это первый век. Это начало христианства. Я беру из жития одного и того же года издания. А бескорыстное ревностное их служение Христу Спасителю в то время, когда он не имел где головы преклонить, это цитата из Библии, и от большинства людей видел холодность, удивление или вражду, было отрадно Господу Иисусу. Много утешало его средь постоянных трудов и частых оскорблений. Особенно замечательно при этом была чрезвычайная стойкость и необыкновенное мужество, с которым относилась святая Мария Магдалина к своему избавителю. И этот луч от благодарных женщин утешил невинного страдальца. И после смерти исцелителя своего Мария Магдалина не покидает его, она сопровождала перенесение тела его. Любовь внушила ей желание оказаться и с ее стороны возможную последнюю честь уничиженному иудеями Спасителю. Мария Магдалина с некоторыми благочестивыми женами, презирая угрожающую опасность, бесстрашно идет ко гробу Спасителя. Когда в таком еще смутном и слабом настроении апостолы ушли от опустелого гроба Христова, к нему возвратилась опять Мария Магдалина. Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его. При безмерной любви к Господу Мария совсем забывает о своих слабых силах и надеется взять и унести сама тело своего Спасителя. Одна унесла бы тело. Она восхищенная была все время любовью к Господу. Усердие и любовь ее так велики и пламены, что она считает себя чрезмерно сильной. И Мария почувствовала теперь близкое присутствие Божественного Учителя, в котором заключались все блага ее. Все ее счастье и несказанную радость наполнила всю душу Марии. Вот поэтому-то, как первая, посланная от самого Господа, благовестница, совершавшего Христово воскресение, совершившегося, Мария Магдалина, церковью христианскую признана равноапостольной. Здесь светлейшая черта всего дивного служения Марии Магдалины, церкви Христовой. И первая же, по непосредственному повелению Господа, сделалась вестницей, проповедницей для них, воскресения Его. Апостолы проповедовали воскресение Христово всему миру. Мария Магдалина проповедовала воскресение Христово самим апостолам. Она была апостолом для апостолов. Запомните. Восклицательный знак. А Мария Магдалина с прочими мироносицами, сияющая счастьем и презирая все опасности от неистовых врагов Иисуса Христа, не могли оставаться спокойными на одном месте и переходя из дома в дом от одних учеников Христов к другим в чистоте, простоте, глубине и крепости любви к своему исцелителю и учителю постоянно повторяли несчетное число раз отрадное благовестие. Христос воскрес! Воистину воскрес! Малая горсть искренно преданных Христу спасителей учеников и учениц из коих самую ревностнейшую была святая равноапостольная мироносица Мария Магдалина. Вот христиане важнейшие черты жизни святой равноапостольной мироносицы Марии Магдалины, не подлежащие никакому сомнению, так как она засвидетельствована самим Словом Божиим и Святым Евангелем. Для чего же они сохранены? И предлагаются церковью. Для чего читают их? Не для прославления ли святой Марии Магдалины? О, нет! Но таким воспоминанием их земного жития, подвигов и добродетелей дается нам самим наставление и побуждение к благоудогодной жизни и к душеспасительным подвигам. Через святого апостола Христова Павла Господь повелевает нам поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие и взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Еврея послания апостола Павла к евреям, 13 глава, 7 стих. Святая равноапостольная мироносица Мария Магдалина самоотверженно исполнила первую и главную заповедь Христа Спасителя. Возлюбила Господа всем сердцем своим, всей душой своей, всей разумением своей, всей крепостью своей. Марка, 12 глава, Евангелие от Марка, 30-й, 33 стихи, Евангелие от Матфея, 23 глава, 37-й, 40 стихи. Осуществление Святой Марию Магдалину при всех обстоятельствах такой истинной, всецелой любви к Господу служит жизненным образцом для любви каждого христианина к Богу, Спасителю нашему. И по примеру Святой Марии Магдалины все мы, христиане, должны иметь и проявлять самоотверженную любовь к Богу всем сердцем своим, всеми желаниями, стремлениями и силами души своей, и всем разумением, всеми познавательными способностями своими. Должны мы всецело прикрепляться к Господу, Спасителю нашему. Сила любви нашей к Богу должна быть такова, чтобы никто и ничто не могли отлучить нас от этой любви. Ни жизнь, ни смерть, ни высота, ни глубина, никакая тварь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее послание апостола Павла к римлянам, 8 глава, 38-39 стихи. Он тут не сказал, что если бы написал ни монастыри, ни монахи, вот тогда бы было до конца. Но Павел не мог так написать, он не знал про них. А они сумели отлучить от этой любви Божией. Я просто до конца договариваю с сознанием Слова Божия, что эти слова-то он должен был записать Павел, но, наверное, ему даже мысль не пришла, что христианство пойдет в другую сторону. Со времени описанных святыми евангелистами явлений воскресшего Христа Спасителя и вызванной этими явлениями пламенной проповеди Святой Марии Магдалины о воскресении, сохранившиеся новозаветные книги не сообщают более подробностей о деятельности ревноапостной Святой Марии Магдалины и сведения о дальнейшей жизни ее составляют теперь предмет предания. Предания же о последующей ее жизни нескольких местных христианских церквей много разнятся по местности, откуда исходят, по существу. Однако везде Пилат раскаялся, обратился с молитвой ко Христу и был спасителем, прощен, в знак чего по отсечению головы его она была принята ангелом. То есть это уже теряло, уже теперь напутали там, что Пилат покаялся, Пилат на небе, ангел принял. По-разному все говорят, он так об этом и говорит. Император Тиверий по преданию сам уверовал во Христа Спасителя, предложил причислить Иисуса Христа к лику богов римских. И даже тогда, когда римский сенат отверг такое его предложение, Тиверий царским указом грозил наказать всякого, кто осмелился бы оскорбить верующих во Христа Иисуса. Таким образом, ревностную и бесстрашную проповедью о Христе Спасителе Святая Равноапостольная Мария Магдалина с прочими благочестимыми христианами побудила и языческого правителя. Святая Равноапостольная Мария Магдалина долго продолжала проповедовать благовестие Христа Воскресшего в Италии и в городе Риме. Она служила, добавляет Святой Златоуст, и деньгами, и неустрашимо подвергалась опасностям и совершила тяжкие путешествия, разделяясь апостолами всякие труды проповедничества. Магдалина помогла Святому Апостолу Евангелисту Иоанну Богослову в благовестнических трудах, оставаясь там до мирной своей кончины. И в Ефессии же она была похоронена. И кроме того, открытыми мощами этой Святой Римско-католической Церковь почитает с 1280 года мощи, разделенные на части, первую из людей проповедницей Спасительного Христова Воскресения. Тут они не могли добавить, что она ушла в монашество. Вот это как-то монахи не могли ее перейти. А что мощи разрезали по частям. И что тут христианское? Даже Марию и Магдалину разделили по частям, и в каждом храме стали... Кто это заповедовал? Откуда это пришло? Это даже язычеством нельзя назвать. И это открыто все в житиях написано. Я решил сегодня поделиться с вами, чтобы попросили у Бога милость, чтобы вы, сестры, были похожи на Марию и Магдалину. А то вы все в пустыне-то удалились. 47 лет-то. Корешками, может, питаетесь там. Сегодня как-то вас Бог собрал еще сюда. Господи Иисусе, Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Услышь, Господи, слова мои, разумей помышления мои. Внимли глаз у вопля моего. Царь мой, Бог мой, ибо я к тебе молюсь. Господи, рано услышь голос мой, рано предстану пред Тобой и буду ожидать. Ибо Ты, Бог, не любящий беззаконие, у Тебя не водорится злой. Нечестивые не пребудут при дочами Твоими. Ты не на...